вот продается велик canandale cad 4 алюминиевый заменил покрышки бутылку эту фигню поставил под стеклянную бутылку запасные инструменты с собой вожу кому интересно обращайтесь хотя что-то не очень покупает в америке я понял денег нет уже у людей покупать велики в мае самое время я из трех вот только один смог продать за месяц причем за пол цены даже меньше чем за пол цены это мне говорит что у пацанов америке денег сейчас нет ну и мысли такие какие-то после общения с дедушкой завтра поеду ему кое-какие вещички дам там кресло кожаная телевизор ему отвезу чтобы он сидел на кресле качался и делик смотрел хотя надо ему по сути сейчас именно в движении проводить время можно больше ходить двигаться там может в огороде что-то копаться на солнышке ну 86 лет рокфеллер тоже в свои 86 лет только в гольф играл это не там 16 лузок забивала где-то там 56 он постоянно уменьшал количество этих лузок количество времени который он проводил на гольф площадке так что даже самые богатые самые могущественные самые самые мира сего все равно нас всех постигнет эта смерть рано или поздно вообще стоит ли бояться умереть в голове появляется спартанцы или сейчас ребята которые отстаивают свою родину и и в бою как войны за что-то великое сражаются что-то выше их вот это такая достойная смерть молодому воину ну или не очень молодому за родину там не знаю за что-то возвышенное потому что нет цели так вот проработать всю жизнь на чужбине заплатить половину своих заработанных денег в налоги даже больше половины заплатить в налоги потому что зарплаты забирают фактически половину а потом каждый раз ты покупаешь что-то в магазине почему-то с тебя опять 10 процентов налоги берут написано цена на велик 1000 долларов ты покупаешь за тысячу говорят давай 1100 какая 1100 ну налог 10 процентов машину покупаешь за 30000 говорят давай 33 10 процентов налоги плюс регистрации короче дурят нашего брата мы все рабы и большую часть денег отдаем заработанных своими галерами кровью потом большую часть денег мы у нас просто забирают и могут забрать более эффективно быстрее и круче если ты свяжешься с женщинами в западной системе то целая куча адвокатов и контор которые с удовольствием у тебя все отожмут поставить посадят тебя на счетчик кусочек отдадут из этих украденных у тебя денег ресурсов отдадут ей погладят по головке теперь иди следующего лоха ищи и обращайся к нам дорогая вот и ты будешь фигачить уже не только на государство но еще и на алименты на вот эти все адвокатские услуги адвокатов которые по защите прав женщин у тебя все просто заберут даже если это не ну она тебя уходит к твоему начальнику или к другу изменяя тебе в итоге тебя пинают наказывают я все отжимаю так что ради чего жить ради чего умирать ради чего вообще существовать сейчас мужчине я не знаю кроме отдать все женщине какой-то посторонней тебе и обогатить ее потомство если у вас будет она его заберет ты не увидишь дать заработать на вас адвокатом юристом системе и сдохнуть вот как бы такой план для нас для всех здесь может действительно записаться там пойти хотя бы за своих за свою веру религию язык традиции обычаи за свою страну положить голову такие мысли иногда приходят достойная смерть воина где-то там но мочить своих же тоже я них не буду не вне украинцев не русских я не могу убивать это и те и те свои подождем пока закончатся украинцы по пойдут ляхи поляки немцы британцы и все вот эти вот чужие попрут чужое полчища на наш на нашу родину тогда может действительно будет чем заняться сейчас физическая подготовка поправить здоровье окончательно разочароваться может быть в такой жизни потребительской где ты просто все себе для себя чтобы себе а гарантировать безбедную старость в одиночестве вот когда во всем этом полностью разочаруешься и дом достроишь и другое отремонтируешь и все ну все 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 уже все что хочешь то делаешь тогда можно наверно все таки осознать что есть что-то более высшее ради чего стоит жить и умереть достойно посмотрим ну что-то такие мысли в голову иногда приходят